Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». И сегодня с нашим гостем будем говорить о том, что такое психическое здоровье и как его сохранить. Присоединяйтесь! Рустам Владимирович Левковский – врач-психиатр-нарколог, заведующий организационно-методическим отделом Гомельско-областной клинической психиатрической больницы. В 2013 году окончил Гомельский государственный медицинский университет. Еще во время учебы работал в составе выездной бригады скорой медицинской помощи. После прохождения интернатуры по специальности психиатрия и наркология остался работать в областной психиатрической больнице. В 2019 году прошел переподготовку в Белорусской медицинской академии после дипломного образования по специальности «Организация здравоохранения». Вопросы Рустаму Левковскому можно задать, позвонив по номеру телефона в Гомеле – 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер. Номер – плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Рустам Владимирович. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие телезрители. Сейчас давайте посмотрим короткий анонс событий наступившей недели, а после этого начнем беседу. 7 октября завершается очередной этап избирательной кампании. Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания 7-го созыва. Регистрация кандидатов пройдет с 8 по 17 октября. Напомним, выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября. В Совет Республики на 7 ноября. 10 октября в регионе стартует акция Белорусского фонда мира «Дорогое слово Мама», посвященная Дню Матери. На праздник в усадьбу Козел Поклевских в поселке Красный Берег будут приглашены 50 матерей, представительниц трудовых коллективов из шести районов области. 10 октября ежегодно отмечается Всемирный день психического здоровья. Его цель – повышение информированности населения в отношении проблем психического здоровья и способов его укрепления, а также профилактики и лечения психических расстройств. 11 октября в Гомеле пройдет областное торжественное мероприятие, посвященное Дню работников культуры. В программе – чествование заслуженных работников отрасли, художественные номера в исполнении мастеров искусств. В субботу 12 октября в Добруши и Лоеве пройдут мероприятия, приуроченные к 76-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В их рамках запланированы и районные этапы общереспубликанской акции «Во славу общей победы». Рустам Владимирович, тема охраны психического здоровья. К сожалению, с каждым годом все актуальнее. По данным ВОЗ, в мире 450 миллионов человек страдают теми или иными расстройствами, и только половина из них получает необходимую помощь. Какова ситуация в нашей стране? Как оценивается состояние здоровья наших соотечественников? В целом, состояние психического здоровья наших соотечественников удовлетворительное. За последние несколько лет, даже десятилетий, нельзя сказать, что у нас развилась эпидемия психических расстройств, или наоборот, что их как-то стало меньше. Эта цифра стабильна. Но здесь и кроется основной нюанс, что цифры – это одно. А выявляемость этих психических расстройств, обращаемость людей за помощью – это совсем другое. И такие мероприятия, которые проходят ежегодно, они и несут в себе цель, чтобы люди активнее обращались, и активнее обращались именно на ранних стадиях психических расстройств. А в идеале, конечно, чтобы они это практиковали в профилактических целях, еще до того, как что-то у них развилось. Как это делать? Надеюсь, что сегодня мы успеем с вами поговорить. Но люди, не связанные с медициной и не имеющие опыта обращения за такой специфической помощью, как правило, не очень различают, в чем специфика работы психолога, психотерапевта и психиатра. Если коротко, то кто из этих специалистов, потому что это, как правило, три разных специалиста, с чем, с какими нарушениями, с какими проблемами работает? Лучше всего начинать обращаться к психологам, потому что это те специалисты, к которым может обратиться практически любой человек и практически с любой жизненной проблемой. Психолог в любом случае он выслушает, и если проблема будет в его компетенции, то он начнет оказывать психологическую помощь. Как правило, это все происходит в процессе беседы. Психолог помогает человеку разобраться в себе и помогает ему выработать какие-то эффективные методы поведения и, соответственно, решение своей проблемы. Следующим, к кому можно обращаться за помощью, и опять же, к данному специалисту может обратиться большинство людей, это врач-психотерапевт. Здесь уже помимо лечения словом, можно уже использовать и какие-то медикаментозные методы, которые не оказывают какого-то серьезного влияния на человеческую психику, однако могут помочь немножко улучшить настроение, снять тревогу и напряжение. Ну а если уже, что называется, серьезная какая-то проблема случилась, развилась серьезная зависимость от алкоголя или какой-то психоз, связанный с помрачением сознания развился, какие-то грубые нарушения памяти, внимания, то здесь уже необходимо обращаться к психиатрам и обращаться как можно скорее, потому что любое промедление может быть чревато серьезными последствиями. Спасибо большое. О доверии людей в психиатрической службе наши корреспонденты поговорили с гомельчанами на улицах города. Давайте посмотрим. Даже не могу сказать, я никогда не связывалась с такими службами, не приходилось, слава Богу. Ну, наверное, да, чего нет. Почему бы нет? Вы что-то знаете о ее работе? Нет, вообще-то ничего такого. Ну, просто думаю, что надо доверять. Кому же еще доверять, если плохо психически стало человеку? Психиатрическим службам, ну, наверное, да. Никогда не пользовалась этим. Ну, доверяете? Ну, да. Думаю, да, так как это помогает людям, наверное, же помогает. Ну, да, я бы тоже с этим не хотела бы столкнуться, наверное, но от этого никто не застрахован, я думаю. Да, это помогает, и поэтому, да, верю. Как-то не доверяю даже. Не доверяю. Почему? Не знаю, вот какое-то недоверие и все. Каждый человек специалист, он же отвечает за свои какие-то действия, профессии. Должны быть специалисты, поэтому доверять необходимо. Ну, это рода своих занятий, то, что я немножко к искусству там причастен, да, не психотерапевтам, а телесно-ориентированная психотерапия, она немножко пригождается в нашем творчестве, владеть телом, чувствовать его, как оно себе. Ну, а то, что было в те, может, уже далекие, может, недалекие времена, когда нас и с экранов телевизора, и с любых пресс, и со всех СМИ там уверяли, что поставьте банку там или послушайте меня, и все будет хорошо. На самом деле, это очень сложная профессия, и наша психика – это такая вещь, мозг не разгадан, там, на сколько-то он процентов. Все, если в умелых руках, то до всего можно достучаться. Ой, я вообще не сталкивалась с ними, поэтому не могу сказать, доверяю и нет. Но надеюсь, что и не буду сталкиваться. Вы смотрите «Диалог». Мы говорим сегодня об охране психического здоровья. Рустам Владимирович, мне кажется, что, несмотря на такое обилие информации, которая есть сегодня, все-таки в обществе еще сильны предрассудки и страхи, и недоверие психотерапевтам, и страхи перед психиатрами, и какое-то ощущение стыда и неловкости в разговоре о своих психологических проблемах. Вроде бы неловко, неприлично признаваться о том, что есть какие-то слабости, что что-то со мной не так. И пока эта ситуация будет оставаться такой, говорить об эффективно налаженной системной работе по охране психического здоровья, наверное, не приходится. Что вы об этом думаете, и как вы оцениваете эту ситуацию? Ну вот в этом сюжете, который только что показали, здесь это было очень ярко и четко проиллюстрировано. Особенно можно было наблюдать то, как говорили о доверии к психиатрической службе люди старшего поколения, которые говорили откровенно, с опаской, чуть ли не заикаясь. И чем человек был моложе, тем более открыто они об этом говорили. И уже совсем молодые девушки, они не стеснялись признаваться в том, что если у них возникнет какая-то психологическая проблема, то они обратятся за помощью к специалистам. Ну это девушки, у которых уже наверняка в школе работал школьный психолог. И им уже эта ситуация обращения к специалисту кажется нормальной. Тогда как для старшего поколения это из ряда вон какая-то выходящая ситуация. И если не приходилось обращаться, то это хорошо. Вот слава богу, говорят, что не приходилось обращаться. Хотя на самом деле может быть и зря. Да, но тем не менее мы стараемся. Причем это не только заслуга здравоохранения. Очень большую работу проводит социальная служба, когда они посещают в составе каких-то смотровых комиссий или в рамках патронажей социальный работник, психолог. И объясняют людям пожилого возраста, что такое психологическая помощь, как за ней обратиться. Ну и, собственно говоря, что ничего страшного в этом нет. И, кстати, могу сказать, что те пожилые люди, которые все-таки решаются обратиться к психологу или к психотерапевту, то они становятся практически... Постоянными потом клиентами. Для тех, кто не решается или не находит возможности обратиться к специалисту, для того, чтобы помочь в экстренной ситуации, в области работает телефон доверия. На базе областной психиатрической больницы 315161. Его номер и на эту линию ежегодно поступает более 10 тысяч звонков. Скажите, пожалуйста, вот с чем и в каком состоянии люди звонят? Очень по-разному. Некоторые обращаются банально за консультацией даже вплоть до того о режиме работы учреждения. Но таких становится с каждым годом все меньше и меньше. Ну да, это не совсем правильно специалиста занимать вот такими справочными вопросами. Он все-таки там не для этого. Да, но в основном основной пласт – это какие-то проблемы, связанные с какими-то семейно-бытовыми отношениями, это проблемы, связанные со сном, с тревогой, с чрезмерным волнением. Многие обращаются по поводу расстройств настроения. Вот, ну и без сомнения, несколько сотен звонков поступают, в том числе от людей, которые находятся в каком-то жизненном кризисе, и они спрашивают, как им жить дальше и как им получить какую-то помощь. Хотя мне кажется, это основная цель. То есть когда уже человек не знает, что ему делать, и когда это может быть его единственная и последняя надежда – набрать номер, обратиться к специалисту, ну вдруг помогут, любой человек надеется до последнего и цепляется за эту руку помощи. А что происходит потом? Поговорили, а что дальше? Дальше уже человек обращается непосредственно лично за психологической, психотерапевтической помощью по его месту жительства. И дальше специалисты разрабатывают индивидуальный план лечения, и, как правило, все оканчивается успешно. То есть человек выходит из своего кризиса и потихоньку начинает жить дальше. Главное знать, что из любого кризиса есть выход и знать, куда их, кому обратиться за помощью. И самый первый шаг – это может быть и вот этот телефон доверия. 31-51-61. Я еще раз напоминаю его номер, а прямо сейчас предлагаю посмотреть сюжет. Улица Добружская, 1. Возможно, не все гомельчане знают этот адрес, но, пожалуй, все без исключения слышали находящимся здесь в медицинском учреждении – областной клинической психиатрической больнице. При этом еще со времен существования Советского Союза у многих сложилось стойкое мнение. Сюда лучше не попадать ни по каким причинам. Правда, сами медики с этим не согласны. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие годы такое психическое заболевание, как депрессия, станет одним из самых распространенных. Немногим меньше встречаются общее тревожное состояние, биполярное расстройство, шизофрения, анорексия, а также поедание несъедобных предметов. Вообще, понятие «психическое заболевание» меняется с течением времени. Сегодня электротерапия запрещена, как и многие другие распространенные ранее формы лечения. Поэтому пациентам пытаются помочь при помощи лекарств и психотерапии. При этом, в соответствии с законом Республики Беларусь об оказании психиатрической помощи, для лечения обязательно согласие пациента. Кроме некоторых случаев, о которых рассказывает психиатр советского района города Гомеля Наталья Коношкова. Также наблюдаем пациентов, наблюдающихся по группе спецучет, это социально опасное. Поддерживаем преемственность с советским отделом внутренних дел города Гомеля, с участковым милиционером, выезжаем на вызов до тех, которые не соблюли явки и не явились вовремя на прием. Также под наблюдением находятся пациенты особой группы учета, это люди с риском суицидальным или у которых были парасуициды в анамнезе. Здесь тоже пристальное внимание, также наблюдается с интервалом раз в месяц. Но они, как правило, приходят к нам в кабинет, мы проводим осмотр, назначаем лечение, при необходимости отправляем к врачу-психотерапевту, к психологу, который также работает в нашем учреждении. Также контингент лиц, еще это амбулаторное принудительное лечение, которое пациентам было назначено судом. Особая группа пациентов – дети и подростки. Оказание психиатрической помощи этой категории часто осложняется отказом от нее родителей. Между тем, медики уверены, если дети, нуждающиеся в психиатрической помощи, не получают ее, их состояние ухудшается. Вообще, по статистике, из общего количества состоящих на учете несовершеннолетних, около 3% страдают психическими заболеваниями, около 80% – различными расстройствами поведения, остальные – снижением интеллекта и умственной отсталостью. Проблемы в основном связаны с адаптацией к школе, к поступлению в университет, детско-родительские отношения. Также достаточно часто у подростков встречаются такие проблемы, как депрессия, тревожные расстройства. Обращаются несовершеннолетние с расстройствами пищевого поведения. То есть спектр оказываемой нами помощи и обращение достаточно широк. Расстройство пищевого поведения – это когда человек регулярно испытывает приступы неконтролируемого переедания или, наоборот, отказывается от приема пищи. Вообще, некоторые психические проблемы можно выявить с помощью лабораторных методов. Однако часто они видны даже невооруженным глазом. Резкие, беспричинные перепады настроения, неоправданная агрессия, раздаривание любимых вещей или, наоборот, собирательство ненужного хлама. Безразличие к своему внешнему виду, либо чрезвычайная зацикленность на чистоте и порядке. Неадекватные эмоциональные реакции, когда, например, при смешной ситуации человек начинает рыдать. Непонятные и странные ощущения в теле, необычно описываемые человеком. Как будто змея заползла или множество червяков ползают под кожей. Людям, у которых проявляется один или более перечисленных выше симптомов, медики настоятельно рекомендуют обращаться за профессиональной помощью. Начинать можно со звонка на прямую телефонную линию в областную психиатрическую больницу. Прямые линии для того и существуют, чтобы человек мог ничего не бояться, обратиться и получить грамотную консультацию специалиста. Начало, непосредственно, самой консультации – это одно. А продолжение непосредственно – это, конечно же, выполнение рекомендаций специалиста, которым произошла беседа. Чаще всего одной беседы не хватает, и человек в последующем может решить, обратиться ему к специалисту-психологу, психотерапевту или психиатру за помощью. Диагноз ставится только в том случае, когда встречаются пациент и доктор. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях врач-психиатр-нарколог Рустам Левковский. Рустам Владимирович, давайте сейчас опасения людей несколько развеем. Та категория пациентов, о которых говорила доктор Коношкова, спецучет так называемый, социально опасная группа – это ведь крайне небольшое количество людей из всех, кто обращается. И, конечно, люди, которые в эту категорию не попадают, которые обращаются по поводу тревожного расстройства, депрессии, других каких-то сложностей, конечно же, для них подобных мер ни в коем случае не предусмотрено. Да, чтобы вы понимали, спецучет, амбулаторное принудительное лечение – это меньше 1% от всех людей, которые когда-либо обращались за психиатрической помощью. Диспансерный учет – это те пациенты, у которых достаточно серьезные психические расстройства. Их в общей структуре несколько процентов, около 5-4 в различных популяциях. А остальная часть пациентов, они не подлежат диспансерному учету. То бишь на них, как в любой поликлинике, просто заводится медицинская карта, и пациент уже обращается по мере необходимости. Поэтому здесь хочу развеять опасения тех людей, которые хотят по каким-либо причинам получить психологическую или психотерапевтическую помощь. Вы можете это смело делать, и каких-либо социальных последствий, которые были распространены в Советском Союзе, их не будет. То есть сообщение на работу, ситуация исключена, какое-то ограничение в гражданских правах человека, обратившегося за помощью. Эта ситуация исключена, никакой постановки на учет, ничего подобного, никакой дискриминации дальнейшей, сообщения родственникам. Ничего этого быть в практике не может. То есть этого всего бояться не стоит, когда человек обращается за помощью. Здесь необходимо четко понимать вообще, для чего психиатрический учет, диспансерный учет придуман. Если пациент не представляет какой-то социальной опасности, и наличие у него данного психического расстройства не повлечет за собой какой-то трагедии, наиболее яркий пример, человек, который по долгу службы носит оружие или управляет транспортным средством, которое перевозит множество людей, то, естественно, если у такого человека появятся, к примеру, голоса в голове, или появятся какие-то мысли о массовом убийстве, то, естественно, будет диспансерный учет и будет ограничение в работе. Но я думаю, что общество должно понимать, для чего это сделано. А если, к примеру, человек работает на такой работе, где от него не требуется какого-то особых условий труда или работы с повышенными источниками опасности, то ни о каких ограничениях не может быть и речи. Рустам Владимирович, давайте рассмотрим сейчас обращения, которые уже к нам пришли на Вайбер. Вопросы среди них есть достаточно важные. Если к наркологу или психиатру обращаться с подростком, то его на учет ставят сразу. Вот что касается несовершеннолетних пациентов, то как с ними тут же другая ситуация? Здесь необходимо, опять же, отталкиваться от состояния подростка. Психические расстройства, вот те, с которыми ставят на диспансерный учет, они не возникают в одночасти. То бишь всегда в основе лежит какая-то психологическая проблема. И, как правило, эта проблема, она находится в двух сферах. На втором этапе это отношение между ребенком или подростком с родителями. И на втором этапе это отношение между подростком и детским или подростковым коллективом. И когда эта проблема игнорируется на протяжении месяцев и лет, то в дальнейшем уже возникает серьезное психическое расстройство. И тогда, как правило, этого подростка уже не родители приводят, а его привозит скорая медицинская помощь. Поэтому для того, чтобы избежать учета и избежать каких-то последствий с ним связанных, то нужно своевременно обращаться к психологам за помощью. Психологи, они сейчас есть везде. В каждом учреждении образования, в каждой детской поликлинике есть психологи. Уже учреждены даже центры здоровой молодежи, центры дружественного отношения к молодежи, где везде есть психологи. То есть сейчас, мое мнение, не обращаться за психологической помощью, когда есть проблема, это просто преступление какое-то. Да, против своих же детей, опасаясь, что как-то могут поставить на учет и не оказывать ребенку помощь, это на самом деле очень серьезно ему вредить. Если у подростка депрессии, его поставят на учет, вот опять же, или можно справиться с этой проблемой как-то иначе? Вообще справиться с депрессией как-то иначе, кроме как к обращениям к специалисту, невозможно. Если развилась депрессия, то действительно необходимо обращаться за помощью к специалистам. И если это настоящая депрессия, а не то понятие плохого настроения, ситуационно обусловленного, которое в обществе сейчас очень сильно распространено, то там необходима сначала даже серьезная медикаментозная поддержка. Бояться надо не учета, а бояться надо последствий невылеченной депрессии, которые могут быть самыми плачевными. Вообще правда ли, что это такая одна из печальных тенденций нашего времени, ухудшение психического здоровья именно подрастающего поколения? И что все чаще приходят именно юные пациенты к психиатрам и психотерапевтам? Я не могу сказать, что у нашего поколения подростков психическое здоровье хуже, чем у предыдущего. Потому что на самом деле прошлые поколения переживали стресс намного даже более серьезно, чем сейчас. Просто сейчас на это стали обращать внимание. Очень серьезно сейчас относятся к любому проявлению какого-то болезненного состояния у подростков. Ну потому что сейчас действительно стали осознавать ценность подрастающего поколения. Поэтому очень много публикаций на эту тему, очень много сюжетов каких-то в средствах массовой информации. Я могу сказать даже, что, возможно, здоровье нынешнего поколения, оно более крепкое. В силу того, что больше стало информации о том, как сохранять свое психическое здоровье. Подрастающее поколение, оно более осведомлено о вопросах психологии. И учитывая, что практически каждый подросток в течение своей жизни несколько раз уже пообщался с психологом, то он явно лучше знает, когда ему плохо и что с этим делать, чем это было раньше. Ну, наверное, для любого взрослого человека уход из жизни ребенка – это страшная трагедия. И для родителей это самое страшное, что может произойти. И когда такое решение принимается подросткам? Ведь это не обязательно следствие депрессии, как это бывает, наверное, с более взрослыми людьми. Это может быть и какое-то спонтанное решение. Ну, я вам скажу, что практически всегда это импульс. Потому что те дети, у которых выявляются какие-то депрессивные расстройства, то им оказывается своевременная помощь. А все те случаи, которые произошли в Гомельской области на протяжении последних лет, там везде была спонтанная реакция на какую-то стрессовую ситуацию, которая, опять же, возникла в данный момент времени. Как бы вы посоветовали взрослым, людям, которые сейчас нас смотрят, объяснять своим детям, воспитывать их, что самоубийство – это окончательное решение совсем временных проблем, с которыми он в состоянии справиться, с которыми ему помогут справиться. Главное – обратиться за этой помощью. Какие найти слова, как это сказать, чтобы это было принято и понято? Наиболее действенным методом, который доказал уже свою эффективность, это рассказывать подросткам о каких-то событиях, которые пережил сам. То есть рассказывать о своем опыте. В данном случае, если это разговор отца с сыном, то рассказать, как переживал первую влюбленность, первое расставание, плохую оценку, проигранную драку, отчисление из университета. То есть когда ребенок видит живой пример того, как человек преодолел какую-то трудность жизненную, то у него уже возникает на подкорке записанный сценарий. И когда он попадает в такую же ситуацию, то этот сценарий запускается, и ребенок уже какие-то необдуманные поступки не совершает. Но здесь очень хорошо, если этот пример действительно позитивный, того, как взрослый справился с трудностями. А если ребенок видит другое, если ребенок видит человека, сломленного жизненными какими-то невзгодами, а если ребенок видит родителей, не дай бог, алкоголиков, то тут, конечно, уже гораздо сложнее. Вообще депрессивное состояние, будущий алкоголизм – это всегда родом из детства, да? И из семьи, и из взаимоотношений ребенка с самыми близкими ему людьми. Вот как тут воспитать психическую устойчивость? Потому что начало своей истории мы-то сами не пишем, и мы-то за него не отвечаем. Уже где родились, там родились. Кто с нами рядом, тут уж как повезло. Что делать, если этот старт не самый удачный в жизни? Ну тут, наверное, должны те взрослые, которые оказались рядом по профессии, помогать. Так сейчас очень, ну вот буквально в данный момент времени это и происходит. То есть формируются банки данных таких детей, начинается все это с образования. Определены группы риска среди подростков, которые в силу жизненных обстоятельств могут быть склонны к деструктивному поведению. И с такими группами подростков, психологи, которые находятся в образовании, они с ними занимаются. И весь этот негативный жизненный опыт они перерабатывают и как раз-таки вырабатывают какие-то конструктивные способы поведения. То есть после их работы ребенок уже по-другому будет решать возникшие проблемы. Тяжело, детям очень тяжело. Мы-то уже забыли, насколько это было все непросто. Впервые сталкиваться с какими-то острыми ситуациями, впервые испытывать негативные чувства. И взрослым легко судить, да? Мы привыкли судить, хотя очень многие из нас и сами-то, кроме того, как залить свое горе, ничего умнее придумать не можем. Ну, об этом чуть позже. Есть еще вопросы на Вайбере. Мальчику 9 лет бесконечно сидит за компьютером, играет в игру. При попытке оторвать его начинается истерика, агрессия. Это нужно расценивать как отклонение и как с этим можно бороться. Итак, вот здесь, вот эта ситуация, наверное, очень крайне распространенная. Сейчас детская зависимость от компьютера и от компьютерной игры. Вот как здесь определить, когда это уже патология? Ну, вот тот случай, про который сейчас говорите. Да, это уже, может быть, не 100% патология, но упорно стремиться к этому. Здесь, с одной стороны, необходимо обратиться с этой проблемой к психологу в учреждении образования или к любому другому, с одной стороны. А с другой стороны, необходимо близким взрослым найти для ребенка более увлекательные, более интересные занятия. Потому что, как показывает практика, ребенок, которому нечем заняться, он находит интерес в компьютерных играх, в планшете, в приставке, в персональном компьютере. А те дети, которые знают и умеют развлекаться в реальном мире, то они всегда предпочтут лучше пойти поиграть с друзьями на улице, на секции или куда-то сходить с родителями. И чем позже, мне кажется, ребенок этот мир компьютерных игр освоит, тем лучше не нужно туда усаживать пятилеток, шестилеток, не нужно им дарить планшеты, как это делают родители. А может ли человек, некогда страдавший алкоголизмом, получить водительские права? Вот как доказать свою благонадежность после того, как уже был такой факт, человек действительно страдал алкоголизмом? Позволю себе немножко зайти на территорию коллег. Но там механизм в целом следующий. Человек лишается прав по линии наркологического диспансера, если он попадает на наркологический учет. В дальнейшем, когда он первый раз обратился к врачу-наркологу, его знакомят с порядком наблюдения и критериями, то есть условиями снятия с наркологического учета. В том случае, если человек их соблюдает, ну и самое главное условие – это трезвый образ жизни, впоследствии его с этого учета снимают. И через некоторое время, если человек уже не обращаясь за помощью к наркологам, по-прежнему ведет трезвый образ жизни, то проводится комиссия и дается допуск к вождению. Какой период времени должен пройти? От трех до пяти лет в среднем это занимает, если все хорошо. Добрый вечер. У меня депрессия, но я не хочу обращаться в психиатрическую больницу. Боюсь, что при любом запросе эта информация обо мне будет афишироваться. А ходить к частному психотерапевту очень дорого. Да. Насколько я знаю, дорого. Это консультации людей, психологов и психотерапевтов, которые консультируют. Это 15-20 и более долларов за один час работы. Психотерапевт в больнице примет бесплатно. Да. Я могу здесь посоветовать пройти первичную консультацию у врача-психотерапевта в поликлинике по месту жительства. Для того, чтобы, во-первых, вы уже понимали, что с вами происходит и какова степень выраженности вашей депрессии. Вполне возможно, что вам может помочь, опять же, психолог. И у психолога никакого учета нет. Да. Сейчас при любой поликлинике есть соответствующий кабинет? Да, это все. Мы сейчас активно очень эту работу проводим, для того, чтобы люди могли обращаться за психологической помощью, можно сказать, везде. И сейчас, да, практически во всех филиалах в Гомельской центральной городской поликлинике есть психологи. Ну, вот клиническая депрессия – это же, как мы уже говорили, это не плохое настроение. Это полная потеря интереса к чему-либо, и к хорошим сторонам, и к работе, и потеря трудоспособности. И в конечном итоге самое худшее, что может быть – потеря трудоспособности, инвалидность или суицид. Что делать? Как, на основании чего ставится диагноз, и как эффективно справиться с депрессией? Да, диагноз выставляется в соответствии с критериями, которые определены в международной классификации болезни 10-го пересмотра. Это, как правило, 2 и более недели, когда у человека стойкое снижение настроения, когда у него отсутствует радость при любом поводе, который по-настоящему любому человеку может доставить радость, например, рождение ребёнка или какая-то приятная встреча. И также у человека идёт замедление, которое видно окружающим. Это замедление двигательной активности и замедление скорости мышления. То есть человек, по сути, замирает. Лечить, если уже вот это состояние развилось, его надо лечить у специалистов, и при этом как минимум у врача-психотерапевта, а зачастую уже даже и у врача-психиатра. Но опять же, всё это развивается не за один день. И если вы уже на первых симптомах, если вы видите, что у вас становится плохое настроение, обратитесь к психологу, то с очень высокой долей вероятности до депрессивного эпизода время и не дойдёт. То есть здесь чем раньше начать разбираться со своими проблемами жизненными, со своим состоянием, которое настораживает, тем меньше вероятность, что последствия будут серьёзными. И что, соответственно, будет серьёзным лечение. С медикаментами, с госпитализацией. Да, здесь работает вот эта вот старая схема, что болезнь лучше предупредить, чем её лечить. Именно поэтому я могу рекомендовать, если есть такая возможность по времени, то всем лучше загодя пройти курс личной психотерапии. Разобраться в своих проблемах из детства, научиться правильно, конструктивно решать свои проблемы в настоящем. Ну и тогда все, что называется, будут счастливы, эффективны в работе, у всех будут отличные семьи и просто психиатрическая помощь. То есть такая превенсивная мера. Психолог-то нужен всем? Ну, по сути, да. Потому что, как говорил, по-моему, вот это мне очень нравится фраза из доктора Хауса, о том, что сильнее всего калечат своих детей и родители. Да. На самом деле, да, и сильнее всего калечат тогда, когда сами не умеют справляться с трудностями, соответственно, не могут этому научить. Три минуты у нас остается. Какие современные методы? Сейчас не хочется себе экзаменаторы напоминать, но это важно и об этом важно говорить. Как сегодня лечится алкогольная зависимость? Потому что проблема суперактуальная для общества. Очень часто в излечении, в какие-то отдельные способы люди верят, не верят. Ну, тут верю, тут не верю, в кодирование не верю, там, психотерапию не верю. Что делать? Как с этим справляться? Если уже развилась алкогольная зависимость, то на первом этапе необходимо пройти курс детоксикации, в народе это называется откапаться. Затем необходимо пройти эмоционально-стрессовую психотерапию, в простонародье, опять же, это называется торпеда. И далее это уже надо обращаться в Гомельский областной наркологический диспансер. Там сейчас открылось отделение реабилитации стационарное, где на протяжении 28 дней человек проходит комплексную программу по реабилитации, по психотерапии, алкогольной зависимости. На данный момент времени в нашем учреждении Гомельской областной клинической психиатрической больницы также разрабатывается аналогичная программа по реабилитации, которая в отделении дневного пребывания проходит. Это программа Эдельвейс. Нет, человек сильнее, чем того, кто может признать собственные слабости и с ними бороться. Последний вопрос на сегодня. Как распознать у подростка признаки девиантного поведения, при которых следует обратиться к психологу? Как поступать при вспышках агрессии у ребенка? Ну вот подростки, они тем и необычно, что для них отклонение – это в принципе норма. И агрессия – это в принципе норма. И если огрызается ребенок, то можно списать на возраст, да, и конфликтность, и такое желание отгородиться, уйти от гиперопеки. А как понять, когда это уже девиация, когда это уже отклонение? Ну, как правило, девиация – это уже тот момент, когда у подростка настолько выраженные проблемы, что начинают об этом сигнализировать и окружающие. То есть вот эти вот проблемы с поведением, они выходят из семьи. И уже начинают об этом говорить в школе, уже у подростка начинаются проблемы с милицией. Да, пропустить не получится, об этом напомнят из комиссии, да, по делам несовершеннолетних. Ну, для того, чтобы этой ситуации не допустить, нужно быть в контакте, нужно быть с ребенком и как-то уметь создавать доброжелательную дому атмосферу, атмосферу доверия. Напомните номер телефона доверия, пожалуйста, тем, кто сегодня. 315161. Я права? Да, вы его запомнили. Надеюсь, не пригодится. Спасибо большое. Рустам Левковский, врач, психиатр, нарколог, заведующий организационно-методическим отделом Гомельской областной клинической психиатрической больницы был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин